всем привет меня зовут виктория и я очень рада видеть вас на моем канале сегодня будет видео об готовой работе она начинаю его снимать когда у меня вышито всего лишь пять процентов на данном процессе и заманулась мне что у меня были сняты все видео о готовых работах а то есть отдельные видео не понимала насколько это сложно потому что нужно записать начало потом попытаться его не удалить это самое главное когда мне не хватает памяти в телефоне о сколько я всего удалила нечаянно потому что что удалять зацепила файл какой-то удалила вместе с другими в общем это вот мне кажется самое главное не потерять файлы потому что вышивается все естественно не задавали за три дня файлы хранятся очень долго меня есть видео которое снимаю уже почти год я постоянно переживаю что не дай бог не удалить начало какие-то в процессе кадры в общем ладно это все лирика и хочется мне какое-то начало до чтобы логическое видео было какие-то там промежуточные включения и потом уже готовая работа и вышиваю я вот такой сюжет точнее начала вышивать буквально повышевал один вечер так вот такой артикул у набора кому интересно и название вышиваю я остатками от набора но всех ниточек я думаю мне хватит там как бы я смотрела по остаткам вроде бы должно все хватить но если не хватит буду что-то подбирать из того что есть по карте цветов и мне много остатков не такого диман шансы и думаю не проблема должна была начать этот процесс 1 февраля мы совместно с моей подушкой настей вышиваем данный сюжет она в общем не будут 20 подробностей пришлось начать сюжет вчера вчера у нас было 30 января поэтому я уже его начала данный сюжет и и буду вышивать вы что у меня 5 процентов 400 чем-то крестиков чуть чуть попозже покажу вам что же у меня получает уже на ткани расскажу немножко историю этого сюжета очень он не нравился давно безумно мне его хотелось но как-то никогда мне не встречался на ebay а если встречался топу очень высокой цене и за аппетит я не готова платить столько денег тем более в данном наборе очень мало не так посмотрите большинство цветов надо по одной пасме некоторых по 2 по 3 и только несколько цветов по 4 пасла это раз два три и вот один цвет 5 по но это черный тут очень без разницы какой цвет взять лишь бы черный был в общем его можно свободно вышивать подбором именно с остатков да потому что например настя рассказывает что она немного вышила наборовой диманшинс но у нее почти все кроме одного цвета нашлись в ее остатках от наборов диманшинс у меня тоже были почти все цвета не было только вот этого цвета и вот этого в запасах все остальные в запасах у меня цвета есть даже если не закончится тоже те остатки которые от набора я свободно их могу взять два цвета закончились но вот 2 цвета у меня не было даже примеров если этот цвет я посмотрела мне его хватит из остатков но вот этот цвет немножко под сомнениями поэтому я купила вот ниточку до нитки рассаж просто меня дим синих дед подбоком не продается от рассаж продается и отлично подходит эта ниточка буду ею вышивать я конечно изначально возьму с остатков то что есть возможно мне и хватит а если не хватит то добавлю вот этими нитками думаю не проблема тут вышивается именно этой ниточка немного бы здесь нет отражения в воде и вот здесь пример можно здесь вышить нитками которые с остатков да а вот здесь уже выше те которые смо . то есть ну если бы например мы вышиваем какой-то сплошное полотно я зашиваться одним цветом и брать два цвета не очень хорошо потому что может быть заметен переход различия между цветами на какие-то полутона но если же это вот здесь тут кусочек вышиваться тут кусочек вышиваться если вот цвет да мы берем похожий и вот вышиваем здесь никто никогда не догадается что здесь должны были быть когда-то в идеале одинаковые цвета а сейчас они на полтона различаются на приход и никто не заметит во вторых я сейчас очень так подбором отношусь с легкостью если вот еще потом год-два назад я как-то мой нет тоже будет видна разница нужно только набор вышивать оригинальными ниточками то сейчас я думаю что это все такие мелочи настолько неважно но чтобы цвета между собой хорошо сочетались и вписывались в данный сюжет конкретный например у меня есть большие запасы не так и диманшинс до остатков именно если пример пакетики с одинаковым оля номером меня все ниточка пакетика хранятся и получается там могут в этом пакетике лежать кардинально разные цвета хотя они с разных наборов и шли под одним номером но настолько они отличаются что вот если вам положили вместе в жизнь вы не подумали что это один и тот же цвет ну вот так вот бывает об самого диманшинса поэтому зачем заморачиваться так я думаю все достаточно лирики будем смотреть что у меня получается а и будем завершать со вступлением и будем жить какие-то потом включения в процессе снимем что есть у меня на данный момент как видите небольшой кусочек самое начало начала я снизу вот с этого левого уголочка и вот здесь вышиваем все эти уже у меня здесь не с дерева начал вышиваться вышивается настолько просто легко и вообще без каких-либо проблем я конечно же из-за своей внимательности уже пару раз здесь распарывала но это не вина схемы ничего просто я во время вышивки ляля кола с подружками разговаривала и отвлекалась поэтому немножко обсчиталась вот здесь полукрестом на один полукрестик больше сделала потом меня часть съехала пришлось распускать него пара это именно распускать и самом начале я очень долго не могла начать пару раз тоже пару крестиков распускала туда-сюда а потому что в схеме полукрест был обозначен в другую сторону не так как я привыкла вышивать я вышиваю так как положено как в наборе dimensions написано ну как положено как в инструкции димашин данные это не говорится что это истина вообще и вышивает кто как хочет на пике полукрест в эту сторону но изначально он был на схеме в эту сторону я начинаю лично и не пойму что же не так что непривычно а смотрю на картинку и начинаю себе также сама и только потом мне дошло когда я тут уже пару раз туда-сюда распускала что полукрест не в ту сторону я быстренько пошла в программу ботенмейкер перевернула полукрест другую сторону как мне удобно и вот начала вышивать так что вот такая часть у меня уже выше так видят уже на оленей даже залезла вышивать и вот немножко вчера повышевал спите пять процентов не есть вот такая красота у меня будут вышиваться надеюсь вышится очень быстро и в удовольствие сам сюжет небольшой всего около восьми тысяч до крестика вот тут меньше 7 800 так что можно за две недели справиться если вышивать по 500 крестиков в день что буду стремиться к этой цифре и буду пытаться вышивать потому что хочется мне завершить данный сюжет за две недели красиво просвечивает сейчас конечно камера высветают на самом деле естественно ткань не такого цвета ядового вот так вот получше намного точнее передаете цвет основан и как видите такие манево сенькие стежочки из 18 аида и вышивается очень приятно до этого у меня был процесс на черный аиде тоже 18 каунт и первый темно-синее у меня еще то не возникло никаких проблем а с темно сне так тем более вышивается очень просто и главное в удовольствие ну я наверное уже миллион раз об этом сказала так все я иду дальше вышивать и встретимся когда наверно половина будет выше то я думаю так что уж не прошло и полгода но действительно прошло очень мало времени всего около пяти дней наверно или четырех точно могу сказать и у меня уже выше то 50 процентов работы да вот так вот быстро идет процесс и вот что у меня уже есть на конве что было видно сравнение со всем объем работы что уже выше то что еще осталось выше то здесь ровно 50 процентов вчера вечером я дошла до такой цифры и решила остановиться дальше не вышивать да и уже постно было но не об этом в общем хотела же показать вам когда будет 50 процентов и сейчас быстренько так знаете хочу заснять кусочек потому что спешу на работу но все же показать хочется когда на работе именно 50 процентов такая красота у меня уже есть получается и вот не менее прекрасный участок меня еще ждет здесь вверху очень мало креста осталось буквально немножко небольшие участки в самом здании немножко в елочках и вот миха вот этих стволах деревьев все остальное это полукрест и бэкстич еще очень-очень много бэкстич осталось то как пить и здесь внизу но почти нету бэкстича вот буквально здесь немножко на оленях немножко таких пару линий которые очерчивают берег и все основная часть бэкстича это день конечно же деревья и здание да тут очень много бэкстича поэтому будет на чем потрудиться очень знаете легко вышивается приятно тысячу крестика можно вышить вот так как щелчок пальцев и даже не заметишь и держит и здесь такой на вышивал знаете отбывают некоторые такие процессы ты сидишь вышиваешь 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 вашего машину вот наверно там уже крестика 500 открываем статистику крестик а там сто тридцать крестик а что что же я делал все это время и если такие процессы как этот ведь это вышиваешь вышиваешь и бастану наверно там еще даже 200 крестика мне тут крош там уже 500 чем-то вот так но незаметно не спеша она прибавляется крестики и как-то растет картина не заметивая так что могу сказать на данном этапе на данном этапе меня уже закончилась из остатков именно два цвета ниточек это вот такие голубые два оттенка вот этих два соседних но они у меня если моих остатках у других наборов поэтому без проблем его дальше вышивать я как-то старалась знаете не так что здесь повышевать этим цветом здесь здесь а потом у меня он закончится и придется и тут дошивать и тут и еще где-то я постаралась как-то вот в одном месте использовать например светло-голубую всегда вот здесь все закончить и этот же цвет останется меня вот здесь на елочках и вот здесь на дереве снег припорошен то есть если я даже если он тот цвет немножечко отличается над какой-то там полутон то я буду вышивать этим цветом соответственно в разных участках они не будут соприкасаться друг с другом и тем самым этого будет совершенно незаметно хотя и насколько я помню там цвета похожи очень друг на друга и различий никаких нету но все же я решила так перестраховаться не вышивать так что например я шила шила этим цветом он закончился и пришлось продолжать уже ниточкой из моих личных остатков а так вроде бы все пока что гладко и без каких-либо проблем дальше я пойду вышивать вот в эту сторону наверное вышью здесь вот эту елочку выше вот эти веточки потом скорее всего пойду само здание вышивать и вот которая крайне дерево потом уже заполню все полукрестом вот здесь вот фон кстати вот в центре который большой кусок не зашивается буду конечно параллельно делать баксич на первой высшую здание сразу на нее баксич сделаю ну конечно же вот эти стволы деревьев буду делать самый последний самую последнюю очередь чтобы выполнить более аккуратно не отвлекаясь уже на что-то другое что вот такая красота у меня получается вот такие продвижения и в следующий раз встретимся уже когда будет работа полностью готова будут вышиты все крестики полукрестики бэкстич постирана поглажена и буду готова представить вам вот такой вот финиш не знаю будет ли в этом видео только эта работа или же добавлю еще какую-то небольшую работку для того чтобы видео было более интересным подумаем вот я недавно выпустил видео о тигре с кисточкой я думаю что вообще его никто смотреть не будет там будет просмотров 100 максимум но нет я ошибалась довольно таки неплохо просматривают данное видео и я рада что я начала снимать отдельные видео по работам и буду пока что продолжать эту традицию как традициях сняла видео только об одной готовой работе но надеюсь за этот год у меня будет видео обо всех моих готовых и совершенных работах именно конкретно отдельные кусочки не кусочки видео отдельные готовые видео полностью немножко поближе вам покажу конечно же здесь темные аида поэтому видны любые мусоринки любые шерстинки так мне двое котов это просто вот неотъемлемая часть моей вышивки шерсть на работе такая вот красота получается в такие леньки тут получаются мне выходят и уже предвкушаю вышивку самого здания самой церкви все не переключайтесь через секунду вы увидите уже готовы завершенную работу и Субтитры создавал DimaTorzok Также у нас на повестке дня сегодня еще одна готовая работа, это вот такая кисточка от компании Милхилл, это моя уже пятая кисточка, которую я вышиваю в этом году и осталась мне еще одна, но об этом в другом видео, сейчас буду показывать, рассказывать, какая же красота у меня получилась, снова меня обошлось не без переключений, с данной кисточкой, потому что тоже я заменила здесь один цвет бисера, который меня смущал, как видите на превью у нас снова, вот, который здесь сверху идет бисер, Вот здесь он идет, вот такой прозрачный, еле-еле такой зеленоватый, можно сказать, с голубым оттенком, но так как пришивается зеленой ниточкой, он становится более зеленым Но сейчас в наши современные наборы, я так поняла, вкладывают бисер, возможно, это не ошибка, да, комплектации, потому что у меня уже такой бисер в двух наборах попался, под одним и тем же номером, вот такой номер здесь идет И возможно, просто компания Милхилл теперь под этим номером выпускает именно такой бисер, а раньше был вот такой вот более прозрачный Но на данный момент вот такой бисер входит в наборы от Милхилл, да, вот этих кисточков Я гуглила этот цвет, сейчас добавлю вам картинку на экран, я уже в прошлом видео тоже показывала, что этот цвет должен быть другим Ну вот набор вкладывает такой бисер на данный момент Я тоже поискала отшивы данной кисточки, увидела как отшивы с использованием прозрачного вот этого бисера, так и отшивы, в которых был уже вот этот бисер И естественно он сюда вообще не подходит, к этой цветовой гамме и совершенно не смотрится, выглядит таким чужеродным каким-то, как коровье седло Поэтому для себя я приняла решение, что и в этой кисточке я хочу заменить данный бисер, ну потому что мне он не нравится Если вам нравится использование такого бисера, это ваше право, на ваш вкус это может быть красиво Но лично, по моему ощущению, да, этот бисер не подходит И заменила я его на вот такой бисерочек Вот его номер в палитре чешского бисера И вот такой он зеленый с радужным напылением Как видите, взяла такой бисерочек совершенно, да, непохожий Но вот с этими материалами, которые использовались в наборе На мой взгляд, этот бисер больше сочетается между собой, да, и вот со стеклярусом и с бисером Также здесь были еще вот такие материалы Видите, у меня тут большие остатки, потому что тут уже у меня сыпаны с разных наборов от мелхилы То есть вот таких кисточек в некоторых наборах повторяются материалы И вот смотрите, уже сколько я насобирала всего Так что мне показалось, что этот цвет смотрится лучше с данными материалами И поэтому я его и использовала И вот что у меня получилось Какое изделие Вот как выглядит этот бисерочек уже на работе Вот эти ниточки, не знаете, такого больше эвкалиптового какого-то цвета Ну, бисерочек, конечно, более такого травянистого Ну, это вот из моих запасов лучше всего этот бисер подошел Да, возможно, и можно было подобрать что-то еще более лучше Но мне не хотелось заказывать что-то отдельно И я использовала то, что было у меня в запасах Ну, мне нравится, как это выглядит Сейчас, конечно, освещение такое тусклое И нельзя показать кисточку во всей красе Да, так как она вот сверкает, переливается Ну, поверьте, очень красивая кисточка получилась И безумно она мне нравится Вот такие биконусы у нас здесь идут Получится, тоже два цвета биконусов были Вот такие прозрачные и вот такие зелененькие Оформила все как обычно По инструкции, как написано И знаете, что я заметила Что данная кисточка отличается от всех остальных Сейчас я вам покажу, чем Вот, смотрите Эта кисточка немножко больше Сам вот эта коробочка А все остальные вот такого размера А эта немножко вот длиннее Когда я вышивала, да, это все я не заметила И даже когда вот собрала ее Мне казалось, что все так и как положено Но когда я принесла ее домой Потому что вышивала на работе Как обычно сравнила их все вместе Смотрю, а эта как-то вот отличается Она побольше размера Ну, да, побольше Хотя, может, она немножко уже Хотя, может, это просто так кажется визуально Вот, но немножко повыше Вот такая еще красота у меня получилась Давайте еще так в расфокусе посмотрим немножко Как она блестит, сверкает и переливается Вот так в расфокусе лучше виден ее цвет Настоящий, как я ее вижу глазами А не то, как передает камера Я не могу налюбоваться Зеленый мой любимый цвет Поэтому это, наверное, кисточка станет одной из моих любимых Такие две красавицы Потом я, конечно же, хочу снять отдельное видео О всех шести кисточках Которые я вышла в этом году Одна, конечно, еще не вышла, но В скором времени я это исправлю Я обожаю Я как сорок У меня вот это все, что блестит Мне, ну, ваприори уже нравится Так что вот такая красота у меня есть И без нетерпением жду, когда буду вышивать следующую, последнюю кисточку Класс! Захватили они меня эти фонарики Конечно, уже немножко поднадоело, если честно Немножко я от них уже устала Но не буду откладывать надолго, да Последнюю кисточку, ну, по сути, ее можно за один день вышить И все, закончить эту эпопею с данными кисточками, фонариками Или как кому удобно И уже приступать к другим пунктам плана К выполнению других целей, да В этом году, которые у меня есть в моем вышивальном плане Ой, ну, я не могу налюбоваться Ну, как же красиво Класс-класс-класс Кстати, это та же кисточка, которую я тоже заменила Вот этот цвет Вот сюда он тоже как-то совершенно не подходил Ну, а так, смотрите, да Если вот этот бисер был, например, вот этой кисточки Вот где пришедшийся этот зеленый, да, бисерочек Везде был бы вот такой Ну, к чему, вообще непонятно Также здесь, вот где прозрачный бисер Тоже был бы вот этот, бирюзовый Ну, на мой вкус, некрасиво Но, если вам так нравится, то ничего страшного Мы все разные Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что ж, а сегодня я готова вам представить свою уже готовую Полностью завершенную работу с бэкстичем, с фрузелочками И со всеми-всеми стежочками Такая красота у меня неимоверная получилась Которую я через секундочку вам покажу Потребовалось мне на этот процесс, не поверите 11 дней Вот вышла я эту картину за 11 вышивальных вечеров Ну, были, конечно же, у меня выходные дни на работе И когда я могла целый день посвятить вышивке Ну, естественно, целый день прям я не сидела А, может, за целый день там какими-то подходами вышивалась Ну, в общем, за 11 подходов у меня вышит этот сюжет О чем, собственно, нам и рассказывает Кростич Сана Так, сейчас я найду свою указочку Вот видите, 11 спринтов В последние дни у меня такие ударные были Хорошенько я вышивала Но здесь в основном это был бэкстич Как видите, крестиков вообще не было Одни полукрестики были И вот очень много бэкстича Поэтому эта цифра, на самом деле, мне кажется Немножко неправильно бэкстич считается И нельзя приравнивать, да, вот такое количество бэкстича Потому что вышилась она довольно-таки легко И просто к такому количеству крестиков Чтобы вышить такое количество крестиков Нужно очень-очень много и долго вышивать К примеру, вот предыдущий день тоже был Здесь, конечно, много полукреста Немножко крестика и немножко бэкстича Ну, тут ладно, такой день хороший был в плане вышивания Много всего было вышито Ну, в общем Ну, а как видите, вот такие дни у меня вышивания были В первый день там было у меня вышито 400 с чем-то крестиком Но я забыла включить спринт Ну, и вот получается за 11 дней За 11 подходов у меня вышла такая картина Что ж, все, болтаю да болтаю И давайте посмотреть, что у меня получилось Вот что должно было получиться И вот что у меня есть на ткани Правда же, очень красиво Мне безумно нравится Такая красота Потрясающе смотрится Сейчас, кстати, камера отлично передает цвета Вот просто то, как я их вижу Может, чуть-чуть немножко высветляет основу Основа немножко более насыщенная Но вот сами цвета мулине довольно-таки достоверно передаются И посмотрите на вот этот участок С отражением в воде, в речке Это вот моя любимая часть данного сюжета Я просто, как сказать, очарована, околдована Данным кусочком, да, на целой картине Но больше всего он меня привлекает И, не знаю, такие прям вот сочетают цветов Такое красивое В общем, данный участок мой любимый Я, когда начала вышивать в долине Пошла сюда, вышила его И вот так очень ждала именно этого участка Чтобы его повышивать Конечно же, вся катина вышивалась очень легко Просто и, главное, интересно Но вот этот участок был, конечно, самым желанным в вышивке Так, что я могу рассказать по этому процессу? По ниточкам Вышивала я, как вы помните, я думаю, еще Потому что я рассказывала об этом в начале видео По остаткам от набора И вышивала вот я остатками, да И тех цветов, которых у меня не хватило С остатков я добавляла своих запасов ниточек Я, ну, не то, чтобы много, да Ну, вышиваю набор эти меньше У меня какие-то ниточки остаются И вот я с остатков кое-что использовала Так, вот покажу вам по ниточкам, что осталось Видите, осталось еще и от остатков Но не все Там, где вот меня отмечено желтым маркером Это цвета, которые у меня закончились И я брала их из своих остатков Но были такие цвета, например, как 21 Он у меня закончился Но закончился вот просто буквально на последнем крестике И я его не брала из своих остатков А вот дошила именно тот, который был здесь А также было и с 17 цветом 18 у меня здесь по ошибке отмечен Это вот оригинальный цвет из остатков А вот здесь, например, вы видите кусочки такие навешанные Это я уже навешивала из своих остаточков В общем, вот этих цвета я брала из своих ниточек Всего хватило, как бы, да Все у меня было Я имею в виду, не пришлось бежать Докупать какие-то нитки Что-то подбирать Все вот нашлось у меня дома Из тех ниточек, которые были у меня уже в запасах И это, конечно же, несомненно радует Потому что вот я ниточки собираю Собираю, да, вот эти вот остатки И мне всегда очень радостно Когда я могу куда-то их использовать Когда они не просто лежат, а применяются И, конечно же, у меня есть в планах Еще ни один набор вышить Именно подбором уже из своих остатков Да, тут, понятно, мне остаточки подружка отдала А именно взять полностью набор И скомплектовать из техникок, которые у меня лежат И тем самым вышить какой-то красивый раритетный сюжет Ну, ладно, это уже, так сказать, дело десятое Не об этом сейчас И сначала нужно хотя бы повышивать те наборы, которые у меня есть в запасах Я вот тоже иногда, знаете, задаюсь таким вопросом Зачем я этим занимаюсь? Вышиваю остатками, да, что-то подбираю У меня ведь столько наборов диманжа В том числе раритетных Таких там вот интересных, стареньких Таких редко встречаемых Бери да вышивай Но нет, я вот, знаете, всегда найду приключения на пятую точку Но этот сюжет очень давно мною желаем Я так давно искала этот набор Что когда мне появилась возможность вышить его вот так Оригинальными ниточками Я решила не упускать ее И, конечно же, вышить такую работу И я очень и очень рада, что у меня это получилось И теперь у меня есть такой прекрасный сюжет Давайте я сейчас немножко камеру поближе вам поднесу Чтобы вы смогли рассмотреть поближе крестики, полукрестики Субтитры создавал DimaTorzok Что же, это еще одна завершенная работа в копилочку этого года На минуточку у меня уже 11 финишей Да, большинство из них это маленькие, небольшие работы Какие-то брошки, какие-то игрушки на елку Что-то вот такое, можно сказать, незначительное Но для меня моя, каждая моя завершенная работа, конечно же, очень важна И я не могу так сказать Ну, вот это второй такой финиш, да Большой первый, это мне тигр был Второй вот, это церквушка Этот пейзаж Но все же я очень рада, что пока что я иду Так сказать Вновь с моими планами на год И исправно их выполняю И знаете, я только что поняла, что в этом году Точнее, в видео этого года Я очень редко показываю свой план на год Надо это срочно исправлять Потому что у меня уже здесь есть То, что можно вычеркнуть То, что можно отметить И это церквушка В этом году буду ставить плюсики Вот И это, конечно же, тигр Забыла его отметить Как можно было такое сделать, не знаю Ну вот, два плюсика у меня уже в этом году есть И Движемся дальше Будем выполнять следующие пункты плана Сейчас у меня в процессе вот этот сэмплер Я вот здесь уже такую значительную часть вышила Тайный процесс продвигаю Уже готово целых 60% у меня Сейчас вот на данный момент у меня два процесса Вышивается Вышиваю на работе сэмплер И дома, когда у меня появляется свободное время Между процессами, я немножко его продвигаю Вчера, да, до вышивала уже до 60% Так, что же, что же еще Дальше у меня будет скоро новый старт Но об этом уже в моих следующих видео Они здесь И давайте еще раз вместе покажу Две готовых работы, которые были в этом видео Две вот таких замечательных, прекрасных работы Два моих финиша И буду, наверное, завершать это видео Надеюсь, оно вам понравилось Оно было для вас интересным Вы что-то повышевали под него И приятно провели время Если оно вам понравилось Данное видео Пожалуйста, поставьте ему лайк Мне будет очень приятно Также, если вы еще не подписаны на мой канал Обязательно подписывайтесь Буду вам всем рада И жду вас всех моих новых видео Ну, а на этом говорю вам до свидания И желаю всего самого приятного И хорошего Пусть все ваши процессы Приносят вам только удовольствие И никаких разочарований Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok